До 15 лет, которое прошло в Лобни, ну, даже, к сожалению, мы не имеем возможности транслировать все соревнования. Имеем только желание. Да, имеем желание. На перерыве России среди 15 лет не была запланирована трансляция. Но все равно мы вас поздравляем. Вот тем временем готовятся уже следующие полуфиналистки на ваших экранах Марта Мартьянова. Спортсмейка, представляющая Татарстан. Дарью Малышеву я поздравлял. Петербургскую трапееристку. Оренбург нас смотрит. Уфа. Уфа сейчас, наверное, будет болеть Аделину Загидуллину. Не поменялось почему-то табло у нас. Светлана Трепапина по-прежнему. Но на ваших экранах Загидуллина. Да, не верь глазам своим, Аделина Загидуллина с Мартой Мартьяновой фиктует. Конечно, обидно, что попали они со Светланой Ивановой в полуфинале. Ну, у нас достаточно много очень сильных раперисток, и кто-то все не могли попасть. Ой, Анастасия Иванова, простите, я перепутал. Потому что тут написано Светлана Трепапина, глаза посмотрели не туда и запнулся. Главное, чтобы у спортсменов все было хорошо, и первый укол спустя 28 секунд уносит Марта Мартьянова. Федор Веселовский. Готовы? Начинаем. Сейчас арбитр этой встречи. Он зафиксировал первый укол. Марта Мартьянова стала чуть-чуть ближе к финалу. Интересно, что, кстати, в прошлом году Кубок России завершился именно поединком Инны Дереглазовой и Марты Мартьяновой. И тогда выиграла Инна Дереглазова в 15-й год. Готовы? Начинаем. Слева направо. Адалина Загидуева наносит второй укол. Вот, я вижу, в чате появились еще зрители. Алексей Шульгин смотрит трансляцию. Товарищ из Москвы. И достает в итоге Марта Мартьянова в атаке. Вот так обменялись преимуществами. Сначала впереди была Мартьянова, затем два укола остались Загидулины. И Мартьянова снова выходит вперед. Такие качели начинаются немножко у нас. Защита-ответ недействительный. Контрепост тоже. Укол не наносит и Загидулина в атаке. Белый. Защита-ответ последняя белый. Всегда эффектно, когда берут такие большие защиты круговые и колют потом с поворотом или откуда-то из-за спины. Это такое, наверное, сок рапирного фехтования. Очень любят эти моменты смаковать на трансляциях. Три-три. Адалина Загидулина прессинговала, прессинговала Марту Мартьянову на самой границе дорожки. Оставалась Марта и все-таки Адалина Загидулина нанесла укол. Мартьянова выбирает дистанцию. Здесь с ним наружу идет в атаку и не попадает. Белый горит. Загидулина сейчас третья в всероссийском рейтинге, а Мартьянова шестая. И, кстати, Марту Мартьяновой совсем скоро, через неделю, 1 декабря, исполняется 19 лет. Но она в это время будет фехтовать в Турине на Турине, на Турине, в Сириганке. Ну, я надеюсь. И Загидулина атакует, не застает. Тренер, я думаю, возьмут Марту Мартьянову и закончу фразу. Стоп, атака в пару, двести в пару. Загидулина. По-моему, попробовала прямую руку оставить, Адалина Загидулина. Вот сейчас на вход. Увидела, что начинает набирать скорость Мартьянова. Тут же вышла Загидулина с прямой рукой, но не попала. Так бы красивый укол получился навстречу. Добро. Готовы? Начали. Загидулина идет вперед. Мартьянова держит ее на дистанции. Но в итоге пропускает. 5-3. Кажется, в два укола преимущества еще не было ни у кого здесь, да, в этом бою? Да, это первый раз. Но недолго. Мартьянова тут же в атаке с переводом. 5-4. На пару секунд буквально. Снова Марта Мартьянова в атаку. В атаку выход. Хотел сказать, в атаке, сказал, в атаку. Новый термин. Зажало. Самые крайние черты Марта Мартьянова. Загидулину. Загидулину отступать некуда. Пойдет в атаку сейчас Загидулина. Не пускает ее Мартьянова. В итоге получает на вход 6-4. Ну да, говорили о том, что 1 декабря 19 лет исполнится Марте Мартьяновой. В том году он и ездил сразу по нескольким календарям. Я помню, что это было такое довольно тяжелое испытание. Но это для всех спортсменов, которые переходят из кадетов в юниоры. Или даже потом, тем более, во взрослые. Всегда это очень тяжелое испытание. Нужно ездить на этапы по юниорам и по взрослым. И фехтовать еще и на российских соревнованиях. Ну и в этом году, кстати, тоже Марта Мартьянова. Если зайти на ее страничку в базе данных Федерации фехтования, получится интересно, что она в всероссийском рейтинге взрослых занимает 6-е место. А вот у юниоров 30-е. А 30-е потому, что по юниорским календарям только всероссийские соревнования в Сочи. Вошли, где она была 13-й, заняла 4 очка, получила. Вот с этими 4 очками 30-е у юниора. Конечно, тренеры будут учитывать Марту Мартьянову всегда про формирование состава. И когда я разговаривал с Игаром Мамедовым, главный тренер сборной страны, и специально спросил, вот как наши молодые спортсмены, Марта Мартьянова, Кирилл Бородачев, который выступил по нескольким календарям, он сказал, что разумеется, мы дадим им некоторые подлажки, потому что задача загнать спортсменов нет никого, даже напротив задачи есть помочь всячески им раскрыть свой потенциал. Пока я вот этот спич говорил, 8-й укол нанесла Адырина Загидулина, и спортсменки ушли на перерыв. Да, такой отрезок последний, последний отрезок первой трёх минутки выдался очень богат на уколы, потому что атаковали часто. И Загидулина, и Мартьянова много двигались по дорожке, и нанесли уколы. После этого поединка будет у нас небольшой 10-минутный перерыв, а потом уже состоится финальный бой, где встретится Инна Дереглазова, ну, а с кем, знаем по окончании этого боя. И ещё я, наверное, проанонсирую, что сегодня здесь состоится научно-практическая конференция, и трансляция с неё тоже вы можете посмотреть. Любители фехтования, специалисты. Да, там будут обсуждаться вопросы спорных решений на дорожке, их действительно очень много в всех видах оружия. И организаторы конференции уверяют, что постараются сделать её максимально интересной и такой действительно полезной, может быть. Ну, вообще, наверное, обменный опыт, он всегда полезен. Это ещё в советских времён пришло, потому что если вариться в собственном соку, то достичь успеха, конечно, можно, но вот глобально, чтобы держаться на вершине, наверное, это трудно. Но у нас продолжается поединок, правда, что-то там с катушкой. Да, плохо провод вытягивается. Ну, всё в порядке. Самостоятельно решила проблему Адалины Загидулина. 8-5. И начинается второй период. Мартьянова идёт вперёд. На прямой руке держит и у Загидулина. Ищет возможность нанести укол Мартьянову самой кранчатой Загидулина белый фонарь. Готовы? Начали. Стоп, атака вправо. 8-6. Очень такой красивый укол нанесла Марта Мартьянова. И нужно поправить шнурки Мартьяновой. Мы видим, специально есть держатель для коленостопа. Не было никаких травм. По атаке не достаётся Кидулина. Мартьянова не спешит с ответной. И тоже пол не наносит. Но в итоге последний остаётся за Загидулиной. Оказалось, что успела на вход уколоть Мартьянову, но спустя миллисекунды Загидулина зажгла красный фонарь. А вот сейчас не получилось. Зато получилось у Мартьяновой. 9-7. Две спортсменки сборной России. Основного, может сказать, состава. Ну, кстати, и Светлана Трипапина с сыном Дереглазовой тоже. Все в прошлом году участвовали на чемпионате мира. Ну, так же, как, кстати, Анастасия Иванова. Она здесь уступила в четвертьфинале. Как раз Адалини Загидулиной. Мартьянова в атаке очень долго искала момент, чтобы сделать выпад. И в итоге выбрала самый удачный. 8-9 и всего в один укол преимущество теперь уже у Адалины Загидулиной. И уже вообще теперь его нет. 9-9, а всего минута прошла во втором периоде. Загидулина, да, не собирается. Отдавать преимущество. Сохраняет за собой. Очень много сильных спортсменов участвовало на этом турнире. Это и титулованных тоже. Я вот Кристину Самсонову уже упоминал, которая сидела рядом с Дереглазовой. Лариса Коробейникова, чемпионка мира, серебряная олимпийская медалистка, уступила на приоритете Анастасии Ивановой в одной восьми финала 13-14. Вот заметьте, как на крайней черте работает всегда Мартьянова. Еще и... Сейчас, конечно, тоже такой момент был. Но я говорю о том, что за счет того, что Мартьянова часто опускается на заднюю ногу, она создает себе еще вот такую дистанцию. То есть еще где-то полметра находит всегда. Ну а это другой момент, когда в ближнем бою когда она уже ушла как раз с крайней черты. Да, да, да. Ну, требуется заморозка. Счет у нас 11-9. Два укола. И эта пауза, конечно, время, чтобы подумать, как завершить поединок в свою пользу и для Далины Загидулины, и для Марты Мартьяны. Потому что пока преимущество небольшой у спортсменки из Башкортостана и ничего еще не ясно в этом поведенке. Ну, Марта Мартьянова проигрывала 6-9, сравняла счет. 9-9. Казалось, вот пошла ее волна. Но Далина Загидулина сумела построить волнорез и видит вот двух нанесенных уколов и снова у Марты задача догонять. Проверяет экипировку после паузы спортсменки. Все в порядке. Готовы? В атаке Загидулина. Мартьянова идет вперед. И встает ответная Загидулина и качна. 12-9. Какая не нашла в атаке аргументов Марты Мартьяновы, хотя вот... Она пыталась даже вот в завершающем разе сюда Загидулину и контрепост сделать, перехватить оружие. Но не получилось. И еще потом пропустила. 13-9. Опять вот мы услышали голос где-то в самом начале. Спортсменки с голосом пофехтовали. Потом как-то более спокойно. Но вот сейчас Аделина... Сама себя заводит, понимает, что нужно вот эти последние уколы нести, не расслабляться. Потому что все еще может быть. И вот смотрите, у крайней черты Мартьянова. И все равно она на дорожке остается. Немножко вот совершенно полступни оставалось. Но, к сожалению, даже вот этот прием не помог ей в итоге. 14-й укол нанесла Загидулина. Вчера мы говорили, что Кирилл Бородачев стал автором своеобразного достижения в истории Кубков страны. Еще не было, чтобы в 17 лет фехтовальщик завоевал свою вторую медаль Кубка России. А Кирилл Бородачев в прошлом году в 16 лет был в числе призеров. И вот в этом году в 17. Ну вот там Марта Мартьянова в 18 лет получается второй год подряд в призах. Но пока еще не ясно в каких. Хотя ближе сейчас к бронзе. Да, в том году у нее было серебро. украине чертовица Загидулина и пойдет вперед сама и действительный. Снова Мартьянова не сумела в атаке создать больших реальных угроз. А сейчас Ирина Загидулина и наносит укол. 15-9 15-9 С преимуществом в 6 уколов заканчивается второй полуфинал. Адельна Загидулина отправляется в поединок за золото. А Марта Мартьянова завоевала бронзу. С чем ее и поздравляем. Но сейчас небольшой перерыв. Мы отправляемся на перерыв на 10-минутный.